Ребят, я уже, блин, очень долго... Опа-на! Опа-на-па-на-па-на! Вот ещё одна, вторая такая же яхта, в принципе, похожая на яхту, которая... А, нет, стоп! Вот это и есть яхта Майкл. Дима, дорогие подписчики, с вами Диман, и сегодня у нас новенький видосик по нашей своей любимой игре, где опять. Сегодня, друзья, мы проверим, возможно ли вообще найти яхту Майкла, которая где-то там в океане должна, по идее, быть, перед тем, как её продаст Джимми. Да, друзья, как вы помните, у нас, в принципе, Джимми попытался её продать, к сожалению, был кинут, соответственно, яхта уехала, мы уже знаем, куда и где она остановилась, потому что проверяли неоднократно это на моём канале, который видосик вы можете найти чуть-чуть выше, да, в принципе, если полистаете. Ну и, в общем-то, друзья, хотелось бы, конечно же, понять, откуда её вообще забирают, как её грузят, да и как вообще она выглядит, как бы в воде там, все дела, как бы, где она вообще могла бы быть. Вот это мы сегодня и проверим, народ. Вот. Прямо сейчас я отправляюсь в дом Майкла, чтобы понять вообще, где они находятся, то есть сами вот эти жильцы, Джимми, там, Трейси, Аманда, сам Майкл, потому что играем мы прямо сейчас за Франклина, наверное, вы его не видите, но, в общем-то, неважно. Звонит Симон и, в принципе, послушай. Тебя это ничего не значит. Короче, друзья, это прямо сейчас вот идёт миссия перед самой яхтой. Никакой преданности, мой бизнес, мой совершенно законный бизнес, ты в дерьме, по-моему, по уши в дерьме. Я понял. Короче, ребята, это какая-то лажа, я так понимаю, с бизнесом там Симеона, мы, видимо, его подставили, ну и, соответственно, друзья, прямо сейчас, по идее, должны проходить миссию, где Джимми уже, по идее, опять-таки, должен быть на яхте. Короче, прямо сейчас мы зайдём в дом, я не буду делать, точнее, запускать саму миссию, потому что, друзья, нам необходимо, в принципе, пробраться в сам дом и посмотреть, кто вообще дома, кого дома нету, соответственно, чтобы знать, в принципе, где все. Как бы, Трейси нету, ребята, окей. Джимми, я надеюсь, тоже нету? Ну, правильно, друзья, да, Джимми нету, Джимми уже где-то на яхте, как я понимаю, и её продаёт. Так, Аманды. Аманды здесь нету, впереди, там тоже нету никого, никто не переодевается, соответственно, у нас осталось проверить только нижний этаж. Но я думаю, что там тоже не будет Джимми нашего, максимум, это Аманды и Трейси, хотя, фиг его знает. Ну, а, кстати, ребята, дом пустой, дом действительно пустой, там кто-то есть? Ребята, там тоже никого нету. Здесь игра немного вылетела, но это не мешает нам проверять и находить нашу яхту, да и тем более, в принципе, мы убедились в том, что в доме никого нету. Да, значит, вероятнее всего, Джимми на яхте, Майкл где-то лазит, соответственно, Трейси и Аманды, в принципе, нам вообще не нужны. И это значит, что мы прямо сейчас отправляемся, друзья, к океану и будем полностью искать по всему океану прибрежные вот эти вот места, где бы могла стоять сама яхта. И надеюсь, друзья, что мы её найдём и, соответственно, будем наблюдать откуда, как вообще, возможно, ну, как вообще грузится там то-то-то, как бы, да, друзья? Может, она прямо сейчас уже стоит на дальнобойщике, который попытается его, точнее, ну, саму яхту как бы с прицепом отторобанить куда-то там, в принципе-то, да? Да, окей, погнали и посмотрим, где же она у нас стоит. Так, ребятки, короче, отправной точкой у нас будет вот именно вот этот вот у нас причал, точнее... О, нифига, я уже вижу парусник. Ребят, я реально прямо сейчас вижу парусник. И, кстати, вероятнее всего, этот парусник... Парусник, возможно, конечно, я не буду этого говорить, как бы, говорит, что это прямо точно именно та яхта, но, по-моему, этот парусник похож на парусник... Как бы, давайте, наверное, вот сюда... О, фак, 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 ладно, нам необходима лодка. Ладно, хрен с ним, с этой лодкой, в принципе, друзья, вот так вот мы, наверное, бросим нашего фаранклина в воду, я надеюсь, он тут у нас не умрёт, в принципе-то, да? Чё у нас тут? Я, кстати, не знаю, где он есть вообще, но, в общем-то, неважно. Смотрите, ребята, вот эта яхта. Кстати, яхта похожа на яхту Майкла, если вы не могли. Точнее, если вы, мы не ошибаемся, конечно же, как бы... Так, реально, она реально похожа на эту яхту. Она, кстати, припаркована здесь, друзья, и, как вы видите, как бы, рядом, рядом, рядом с берегом в тот момент, когда, возможно, Джимми там её уже продаёт, хотя бы поблизости, как бы, ни одной яхты такой я не вижу. То есть, обычные лодки, катера и прочие, как бы, водные мотоциклы, но именно вот этой яхты я не наблюдаю вообще здесь. Ну, это не говорит нам о том, что где-то поблизости, может быть, там уже где-то такая же, допустим, стоит, да? То есть, вероятнее всего, это может быть даже чья-то яхта, но она одна и, в принципе, похожа как раз-таки на яхту Майкла. Ну, в общем-то, народ, нам что необходимо? Прямо сейчас, наверное-таки, обойти полностью этот материк по кругу, посмотреть, где вообще могла бы стоять такая же яхта. И если такая же есть, уже смотреть, похожа ли она на яхту Майкла или же нет. И, в принципе, друзья, давайте, наверное-таки, начинать. Ребят, я уже, блин, очень долго... Опа-на! Опа-на-па-на-па-на! Вот еще одна, вторая такая же яхта, в принципе, похожая на яхту, которая... А, нет, стоп! Стоп, ребят, стоп-стоп-стоп-стоп! Здесь уже есть люди. И, ну, это точно не семья Майкла, и это точно не Майкл ее управляет. Хотя, хотя, если мы сейчас посмотрим... Не, ребят, это не та яхта, это точно не та яхта. Ладно, плывем дальше, в принципе, друзья, если что-то еще такое похожее я, в принципе, найду, то, наверное-таки, я покажу вам, потому что пока что похожие яхты я не наблюдаю вообще. Ребят, я уже долго-долго-долго плыву, но не похожие яхты, не что-то подобного я вообще не наблюдаю. То есть, встретили мы одну без людей и одну с людьми, которая, в принципе, по сути, не может быть яхтой Майкла. И вы знаете, я уже, походу, на краю карты, да? А, да, реально, на краю карты, друзья, я проплыл уже очень много, и нам осталось совсем по фигне. Давайте, наверное-таки, ускорю я видосик, понаблюдайте, как я буду плыть, в принципе, да, друзья? Если что, вдруг подскажете мне потом в комментариях, может быть я что-то упущу, хотя вряд ли. Ну и поэтому погнали, а потом уже будем делать выводы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как бы не видели, ну, увидели одну, в которой были люди, но это не важно. В общем-то, она не может быть просто чисто физической яхтой Майкла, и, возможно, вот это и есть яхта Майкла. Ребята, потому что по-другому я даже не знаю, других яхт вообще здесь нету, и как бы вы сами всё прекрасно видели, значит, это она, ребята, и, кстати, мы можем её управлять. И, блин, ребят, а мы можем реально ей управлять и прямо сейчас куда-нибудь её, не знаю, там, завести куда-нибудь так подальше, чтобы Джимми её не смог продать, и будет реально клёво, друзья. Ну, потому что другого варианта вообще нету, и да, наверное, это она и есть, друзья. А как считаете вы, если вы согласны с моим мнением, или у вас есть какие-то другие варианты, то обязательно, друзья, конечно же, пишите мне об этом в комментариях, и обязательно подписывайтесь на канал, а также ставьте лайкосики, и не забывайте сжать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну, а я с вами прощаюсь, кстати, если хотите добавиться ко мне, друзья, вконтакте, то просто репост этого видоса к себе на страничку, и вы ставите автоматом моим другом. Ну, а мы, друзья, в принципе, украли яхту Майкла, и прямо сейчас отправляемся в открытый океан, и, друзья, ну, в принципе, зато Джимми её не продаст. Да-да, в общем-то, как-то так. Всем удачи и всем пока, народ. Субтитры сделал DimaTorzok